Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте. Смотрите сегодня. Тела четырех жертв пожара в Абдере доставят на родину. Решить все орг-вопросы родственникам помогла администрация города. 14 кубанских школьников стали участниками каникулярной программы в сочинском Сириусе. Ребята попали в школу космического пилота. В Сочи проводники спели и станцевали на рабочем месте. Вокзал Адлер присоединился ко всероссийскому флешмобу. С песней по жизни, с музыкой по центральной улице. В Сочи стартовал международный Сочи джаз-фестиваль. Потеряли больше половины исторических кварталов. Эксперты пришли к неутешительным выводам. Из-за хаотичной застройки в центре Краснодара пришлось изменить границы исторического поселения. Об этом рассказали на заседании общественного градостроительного совета. Участие в нем принял и губернатор Кубани. В Немину Кондратьеву показали макет реконструкции центра города. Как его сохранить, узнали наши краснодарские коллеги. Создаем архитектурную среду квартала с учетом новой застройки. И в новой застройке мы повторяем такие же элементы, предполагаем, когда детальная разработка будет, такие элементы, которые присущи нашему городу. Работу над лицом исторической части Краснодара руководитель архитектурной мастерской Юрий Щербинин сравнивает с пластической операцией. Здесь также важны максимальная точность, аккуратность и детализация. Макет реконструкции центра города в границах улиц Ленина, Октябрьской, Седина и Хакураты сегодня показали впервые. Основная цель – сохранить исторические здания и адаптировать под их образ новые. При этом важно следить за высотой зданий. Губернатор, которому презентовали новый образ центра, заметил на макете высотку, которая явно не встраивается в архитектурный облик. Сегодня драмтеатр, драмтеатр, он такая фокусная точка в этом квартале. Так, так. Если вы это поставите, вы его убьете и не будет этой фокусной точки. А мы должны подчеркнуть то, что на самом деле сегодня является красивым и является центровым объектом и в целом в городе, и, конечно, на квартале. Давайте их, наоборот, выставлять на показ, а не заглушать в погоне за квадратными метрами и дивидендом строительного бизнеса, при всем уважении. Там, где они могут развернуться, давайте дадим им для этого отдельные массивы земельные, и пусть разворачиваются. Но не лезут туда, где без них все было построено, без них стало комфортно, где скверы есть, где парки есть. А мы сегодня хотим это все заглушить современными постройками. Но, во-первых, красивыми не будут, они будут современными, это будет бетон и стекло. Коллеги, как мы можем объяснять сегодня, по большому счету, экономикой высокность? Вот мы говорим, давайте сделаем комфортно. Мы говорим, нет, экономика не бьется. Ну не бьется, оставим покоя. Давайте найдем себе силы оставить это. Тем более, что высотный регламент центра Краснодара уже одобрен. Строить здания выше шести этажей по периметру квартала нельзя. Представленный на заседании общественного градостроительного совета макет включает реконструкцию шестидесяти кварталов. Но это лишь первый этап. К ноябрю архитекторы представят расширенную версию модернизации, куда войдут еще десятки кварталов. А мэр Краснодара рассказал, что проект сохранения исторической части города разработан уже на 80%. Мы сейчас ведем поквартальное обсуждение всех территорий. И как раз выявляем объекты, которые являются, ну они и есть памятниками культурного наследия, либо памятниками, не памятниками, но имеют какую-то историческую ценность. То есть они являются градообразующими, которые формируют определенную фоновую застройку. В ходе работы эксперты пришли к неутешительному выводу. Больше половины исторической части города просто исчезла из-за строительного хаоса, который начался еще десятилетия назад. Было 361 квартал когда-то. На сегодняшний день мы насчитали 94. 267 квартал безвозвратно потеряли. Для чего нам на сегодняшний день идти на поводу у сегодняшнего бизнеса и еще утяжелять инфраструктуру центральной части, увеличивая плотность? Жители всего города Краснодара, они должны платить ценой собственного комфорта, что кто-то сегодня зарабатывает, потому что цена вопроса – это комфорт гаража. И здесь нет ничего зазорного. Но строительство как таковое в центре, на мой взгляд, я абсолютно согласен, с Андреем Торчим должно быть сегодня остановлено. Проблема тех, кто сегодня приезжает делать деньги в Краснодар, я имею в виду те застройщики, они приезжают зарабатывать, именно зарабатывать в Краснодар, потому что, конечно, выгодно построить и продать жилье в центре. Но те, кто иногороднее приезжают, они четко понимают, что они деньги заработают, но жить в этом городе они не будут. Поэтому и порой нет у них понимания того, о чем мы их просим и что мы им говорим. Потому что мы хотим, чтобы наши дети, последующие поколения тоже жили в нашем городе. Чтобы остановить наступление строительного бизнеса на центр Краснодара, необходимо принять такие нормативы, которые установят четкие и неизменные правила игры, и обращают внимание архитекторов и чиновников Вениамин Кондратьев. Основная задача для исторической части краевой столицы – избавиться от уплотнения застройкой и модернизировать коммунальную инфраструктуру. Если предусмотреть квартальный принцип застройки и не предусмотреть замену коммуникации, причем масштабную замену коммуникации, город просто умрет. И это тоже составная часть модернизации. Проект реконструкции исторической части Краснодара должен выйти на общественное обсуждение, обратил внимание городсовета Вениамин Кондратьев. А макет модернизации центра города после его доработки оцифруют и опубликуют в интернете, чтобы максимальное количество людей смогли высказать свое мнение. Именно какую оценку дадут горожане вот этому макету нашим предложениям по высотности зданий в центре города, в целом расположению, допустим, иных строений горожане, вот такая оценка будет правильная. Потому что это город для них, для людей, которые живут в городе Краснодаре. И хотят сделать так, чтобы он оставался красивым и комфортным для жизни. Мы можем считать сколько угодно, а жить в Краснодаре краснодарцем. По словам архитекторов, исторические границы города в окончательном макете расширят до кинотеатра «Аврора» с одной стороны и до войскового собора Александра Невского с другой. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. В Сочи пришли дожди, возможно, формирование смерчи. О том, что необходимо принять все меры безопасности руководителям пляжных территорий и городских предприятий, напомнили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Последний шторм показал, многие горожане и гости курорта игнорируют штормовое предупреждение и стремятся во что бы то ни стало искупаться именно в разгул стихии. Чтобы избежать жертв, арендаторам пляжей напомнили, как должны действовать сотрудники при получении информации о надвигающемся шторме. Все муниципальные пляжи укомплектованы необходимым оборудованием. Дело в человеческом факторе отметил начальник управления по гражданской обороне. 3 и 4 августа в Сочи ожидаются сильные дожди, возможны смерчи, грозы, сход небольших селий, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Городские службы быстрого реагирования перешли в режим повышенной готовности. Сегодня уже в ночь будут выставлены по руслам рек, где возможно поднятие воды, мониторинговые группы, чтобы оперативно принимать решения из сложившейся обстановки. Уточнены все планы, расчет сил и средств, в том числе на возможную эвакуацию, если будут подтопления. Власти курорта просят сочинцев и гостей города принять все меры по обеспечению собственной безопасности. Не ставить машины под деревьями и легкими конструкциями, во избежание заторов по возможности пересесть на общественный транспорт, а также отказаться в эти дни от отдыха у рек. Тела четырех жертв пожара в Адлере доставят на родину. Похороны пройдут в Армении. Накануне родственники погибших прибыли в Сочи, чтобы решить вопрос с транспортировкой и собрать необходимые документы. Поддержку и помощь во всех организационных вопросах оказала администрация города. Родственников людей, погибших во время пожара, Анатолий Пахомов принял в своем кабинете. Глава Сочи выразил свои соболезнования и заверил, что власти помогут в решении абсолютно любых вопросов, связанных с организацией похорон. Мы, прежде всего, как я и сказал, окажем полную материальную помощь по всем вопросам, начиная от тех процессов, которые связаны с гробом, с транспортировкой. И если понадобится для вас материальная помощь, мы тоже её окажем, вы должны нам об этом сказать, на все эти транспортные дела. Администрация города взяла на себя расходы по перелёту и проживанию родственников в Сочи. Также специалисты мэрии и курорта помогали в оформлении всех необходимых документов и сопровождали семьи погибших во всех инстанциях. Было предложено два варианта транспортировки тел самолётом или на автомобиле. Родственники решили воспользоваться наземным транспортом. Всестороннюю поддержку намерены оказать и родственникам других жертв пожара. Остальные родственники сейчас отыскиваются, ищем, связываемся с другими муниципальными образованиями, где проживали эти граждане. Поэтому в ближайшее время вопрос будет решён. Стали известны подробности о состоянии здоровья подростка, пострадавшего в пожаре. Мальчик выписан из больницы и уже находится дома. Жалоб на здоровье нет. Помощь оказалась сразу. Была получена полноценная медицинская помощь. И своевременно был выписан. А я, жена приняли решение его быстренько отсюда отправить домой. Пожар в Адлере произошёл ранним утром. В понедельник за считанные минуты пламя охватило частный трёхэтажный дом. В результате погибло 10 человек. Ещё трое пострадали. Транспортировка четырёх жертв трагедии в Армению займёт сутки. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Перерасчёт пенсий для работающих пенсионеров, новые пошлины, рост цен на водку. Всё это меняется в августе. С августа работающих пенсионеров ждёт повышение пенсии. Перерасчёт коснётся всех сотрудников пенсионного возраста, за которых работодатели платили страховые износы в течение прошлого года. Сумма прибавки будет рассчитываться индивидуально, но выплата в любом случае составит не больше 235 рублей 74 копеек. С августа расписание и пригородных поездов, и поездов дальнего следования указываются по местному времени, то есть по месту отправления. Поменяются в том числе бланки билетов и данные на информационных табло. Оформление биометрического загранпаспорта, то есть паспорта нового поколения, теперь обойдётся дороже, равно как и водительских прав и свидетельства о регистрации автомобиля нового образца. С 3 августа увеличивается размер госпошлины на выдачу этих документов. Если раньше нужно было заплатить 3,5 тысячи рублей за взрослый и 1,5 тысячи рублей за детский загранпаспорт, то теперь документы обойдутся в 5 и в 2,5 тысячи рублей соответственно. Об этом сообщают известия. Оформление прав нового образца обойдётся в 3 тысячи рублей. Раньше процедура стоила 2 тысячи. Оформление свидетельства о регистрации автомобиля на пластиковой основе, в том числе взамен утраченного, в 1,5 тысячи рублей. Такое решение объясняется тем, что изготовление документов нового образца обходится дороже. При этом пошлины на оформление документов старого образца во всех случаях остаются без изменений. Кроме того, с августа должен заработать проект Федеральной налоговой службы «Прозрачный бизнес». В открытый доступ планируют выложить данные, не составляющие налоговую тайну. В том числе информацию суммы задолженности по штрафам, а также все факты нарушения налогового законодательства, численность сотрудников и общую сумму доходов и расходов. В августе в России изменятся цены на водку крепостью 37-39%. Теперь минимальная розничная цена на бутылку такой крепости и объёмом пол-литра составит 205 рублей. Приказ Минфина о повышении цены должен вступить в силу 19 августа. С августа расширится и система электронных виз в Россию. Оформить их смогут жители других стран, которые въезжают в страну через Хабаровский край, Амурскую область, Сахалин, Камчатку или Чукотку. До сих пор электронные визы действовали только для тех, кто попадал в страну через Калининград или Владивосток. Впрочем, воспользоваться ими по-прежнему может не каждый иностранец. Действие электронных виз распространяется на граждан 18 государств. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 4 августа в Сочи переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью плюс 23-25, днём 26-28 градусов выше нуля. В Сочи проводники спели и станцевали на железнодорожном вокзале. ЖД-вокзал «Адлер» присоединился ко всероссийскому флэш-мобу студенческих отрядов проводников. Так решили отметить день железнодорожника, который будут праздновать в это воскресенье. В шум железнодорожного вокзала «Адлер» ворвалась музыка. Танцевальный флэш-моб устроили будущие проводники. Это бойцы студенческих отрядов, которые летом работают проводниками в поездах дальнего следования. В «Адлерском депо» трудится 450 студентов со всей страны. Они сопровождали пассажиров из «Адлера» до «Архангельска», «Воркуты», «Мурманска», «Ставрополя», «Кисловодска». А сегодня одарили им танцы, песни и хорошее настроение. У меня брат сначала поступил, потом предложил мне. Я думаю, почему бы не попробовать поездить по городам. Тем более я люблю общаться с людьми. И поступила в студ-отряд. И мне очень понравилось. Это очень интересно. Быть проводником – это не только обслуживать пассажиров, не только выполнять добросовестную и честную свою работу. Это также получать жизненный опыт, новый жизненный опыт, который нам, молодым, очень необходим. Будущие проводники в Сочи присоединились ко всероссийскому флешмобу, который сегодня одновременно прошел на 11 крупнейших вокзалах России в честь предстоящего Дня железнодорожника. В Краснодарском крае это «Адлер» и «Новороссийск». За 6 лет мы из 2000 выросли до 8500 студентов, которые работают летом в поездах. Это уникальный опыт, уникальная возможность, которая отдается современной молодежи, позволяя им раскрыться, ну и увидеть огромную страну, получить первый трудовой опыт. Танцевальный флешмоб по всей стране объединил более 2000 студентов-проводников. Кстати, носить железнодорожную форму им осталось всего несколько недель, а уже в сентябре они снова сядут за парты. Инга Габешия, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». 14 кубанских школьников стали участниками каникулярной программы в «Сириусе». Ребята попали в смену инженерно-конструкторской деятельности и школу космического пилота. Путевку в единственный в стране образовательный центр такого масштаба они получили благодаря поддержке губернатора края и сотрудничеству региона с руководством «Сириуса». Посмотреть на успехи мальчишек и девчонок приехал глава Кубани. Венямину Кондратьеву школьники показали свои разработки в области робототехники. А уже после на общей встрече поделились планами на будущее. Многие из них хотят связать свою жизнь с космическими профессиями. Я понимаю, что в спутниках не меньше электроники, чем в остальных приборах. И получается, я вот смотрю, что мы сейчас проходим различные тренировки на этих спутниках, я понимаю, что они несовершенны. И я могу их тоже доработать, потом как-то делать так, чтобы удобно было. И для самих космонавтов их управлять, так и жилье там. Это принципиально важно. Чтобы те таланты, которые в каждом из вас сегодня есть, раскрылись и послужили на благо и вам, конечно, и нашему краю. Ну а кому повезет, конечно, на благо нашей великой страны. Это очень важно. Главное в себе чувствовать этот потенциал, не отказаться, не предать свою мечту. Запомните, не предать свою мечту, а идти к ней. Идти, невзирая ни на что. Важно, чтобы вот те таланты, которые у вас есть, раскрылись сейчас. И «Сириус» поможет это сделать и вам, и нам. В «Сириусе» у ребят довольно насыщенная программа. В первой половине дня они занимаются своими исследовательскими проектами, а после обеда экскурсии по парку науки, где собраны последние технологии в самых различных областях. Итогом смены станет научный фестиваль, на котором кубанские школьники представят свои разработки. С песней по жизни, с музыкой по центральной улице. В Сочи стартовал международный Сочи джаз-фестиваль. Он уже по праву считается визитной карточкой курорта. По традиции фестиваль начался с джазового шествия. Музыкантам больше одного. Собираться в тишине сложно. Тут не нужны слова. За представителей разных стран лучше всего говорят их инструменты. В числе участников фестиваля и сочинский саксофонист Тимур Абитов говорит, рад, что можно подарить горожанам и гостям курорта хорошее настроение. Ведь печалиться под джаз нельзя. Репертуар традиционного джазового шествия заранее не определяют. Президент фестиваля Игорь Бутман предлагает коллегам импровизировать. У нас самое известное заглавное, если перевести на русский, композиция называется «Когда святые маршируют». И этой заглавной композицией парад пройдет в замечательной нашей аллее. Будут такие, как «Текила», «Мэкзенаефа». Ну, не знаю. Все, что сам Игорь Михайлович предложит, мы его поддержим сердечно. В прежние годы музыканты под ритмы джаза шагали вдоль морпорта. В этот раз парад прошел по улице Новогинской до площади флага. Участниками стали около 300 человек. Игорь Михайлович Участников на площади флага, превратившийся в концертный зал, поприветствовал глава Сочи. Анатолий Пахомов заявил, музыкальным фестивалям на курорте всегда рады. Ведь ритмы музыки – это ритм жизни приморского города. Я всегда гордо говорю, что если в городе курортном нет джаза, значит нет праздника. А нет праздника, значит зачем нужен такой курорт? В концерте активное участие принял и идейный вдохновитель фестиваля Игорь Бутман. Помимо этого, в программе фестиваля запланировано много сюрпризов для зрителей. Это и концерт пианиста Олега Акуратова со своим джазовым трио, и спектакль «Онегин блюз» с Алексеем Кузьковым в главной роли. Впервые в России 4 августа выступит французская певица Сериль Эме. Также в концерте примет участие российский трубач Вадим Эйлинкрик. А в воскресенье в концертном зале фестивальной пройдет большой галоконцерт обладателей 10 премий Грэмми группы «Манхэттен Трансфер». Татьяна Говоркова, Галина Моисеева, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Вечером над Черноморским побережьем разольются звуки морской симфонии. Так называется фестиваль классической музыки под открытым небом. Медальная площадь Сочи на несколько часов станет концертной площадкой. Накануне прошла генеральная репетиция. Музыканты освоились в новых условиях, а технический персонал отстроил звук. Это очень особенная площадка. Здесь хватит места и для музыкантов, и для зрителей. Есть возможность установить большой экран. Тут будет комфортно выступать даже целому симфоническому оркестру. Мы развиваем новую аудиторию в Олимпийском парке, такое мероприятие в целом не свойственное для парка. Это дебют у нас. Концерты первой части фестиваля будут проходить сегодня и завтра. Начало в 8 вечера. В сопровождении Сочинского симфонического оркестра выступят известные солисты российских и европейских оперных театров. Музыканты представят итальянскую оперу Пьетро Маскани «Сельская честь». Организаторы считают, что произведение с берегов Адриатического и Средиземного морей как нельзя кстати подойдет для исполнения в городе-курорте. Классикой на центральной площади Олимпийского парка смогут одновременно насладиться около 10 тысяч человек. Вторая часть фестиваля начнется через неделю. Она будет посвящена творчеству Сергея Рахманинова. Руками трогать обязательно. В Сочи в рамках фестиваля авторских кукол открылась экспозиция, ориентированная на слабовидящих посетителей. Выставка кукол «Особый взгляд» собрала тактильных героев театра «Саквояж». Все они участники инклюзивной кукольной постановки «Белые ночи» по Достоевскому. Входящим сюда говорят «Руками трогать обязательно». А вообще потрогать руками экспонаты сегодня можно в Лувре, в музеях Германии, Великобритании и США. Для этого художественные музеи специально открывают особые тактильные галереи, в которых произведения искусства можно пощупать. Приобщать к миру прекрасного, слепых и слабовидящих через осязание решили в Сочи в рамках кукольного фестиваля. Визуализировать, видеть невидимое и развивать воображение. Главные задачи тактильной галереи. Обычно, рассказывает автор кукол и руководитель театра «Саквояж», своих героев он мастерит иными, более крупными, чтобы они были видны из зрительного зала. В данном же случае куклы тактильные. Пальцами читается каждая морщинка на лице марионетки. Поэтому зрители его нового спектакля, который ориентирован на инвалидов по зрению, получили массу впечатлений. Благодаря специально созданной атмосфере, звукам и запахам каждый герой Достоевского пахнет по-своему. Главная героиня «Белых ночей» Настенька, к примеру, пахнет жасмином. Театрал – дорогими духами, старушка – травами и лекарствами. А вот мечтатель – без запаха. Ведь даже у Достоевского главный герой без имени. Человека ведь не потрогаешь за лицо, да, и не подойдешь, и не будешь его ощупывать. А куклу можно, можно подойти, потрогать его, и, конечно, понять, какое у него может быть даже выражение лица. Вот. То есть тут такая была очень интересная задача. Поэтому и запахи, и воображение разыгрывается. А еще разыгрывается не только потому, что они трогают, да, кукол, а потому, что у нас вокруг создан целый такой вот определенный свой замкнутый Петербург и петербургский мир. И вот в макетах наших, да, которые используются в качестве такой архитектурной составляющей вот этого кукольного Петербурга, мы специально использовали вот эти белые таблички, это шрифт Брайля. То есть там написана такая вот основная информация о данном объекте. Например, там Исаакиевский собор, когда он построен, кто архитектор. Руками трогать обязательно и всем просто желающим побывать в роли кукольника можно в арт-галерее «Форд». Фестиваль кукол здесь продлится до 5 августа. Инга Габеш и Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Шесть дней яркого хоккея в Сочи сегодня стартовал открытый хоккейный турнир «Сочи Хоккей Опен». Он пройдет с 3 по 8 августа во дворце спорта «Большой». Открыли турнир «Ярославский локомотив» и действующий обладатель Кубка Гагарина «Акбарс». В 19.30 матч Сочи и китайского «Куньлун Ред Стар». Также в гости к сочинцам пожалуют финалист Запада плей-офф «Петербургский СКА», а также Олимпийская сборная России. Это ближайший резерв главной национальной команды. В ходе соревнования каждая команда сыграет по 4 матча. Места в турнирной таблице распределяются в зависимости от набранных очков во всех матчах. В понедельник хоккеисты дадут мастер-класс юным сочинским спортсменам. Также будет презентована национальная программа подготовки хоккеистов «Красная машина». В стартовом же матче букмекеры считали фаворитом «Казанский Акбарс». Однако уже в первом периоде он получил шайбу в свои ворота. Взяли реванш, потом снова пропустили. Итоговый счет 4-2 в пользу «Локомотива». Ну и на этом наш выпуск завершен. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Подписывайтесь также на наши паблики в социальных сетях. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты Мика Бьюти и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты Мика Бьюти макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Такая, как хочешь. Такая, как любишь. Такая, как нравится. Такая, как всегда. Сезоны. Женская одежда. Парковая 17. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова